Я думал, что у нас не всерьез. Я думал, смогу жить без тебя. Но еще не было ни дня, чтобы я не думал о тебе, Москва. Если вы ищете автомобиль в аренду под такси в Москве, то рекомендую обращаться в таксопарк Полет. По промокоду полетели, скидка на первый оплачиваемый день будет 1000 рублей. В парке есть автомобили эконом, комфорт, комфорт плюс, класс. Автомобили грузовые, автомобили под доставку. Ну, которые там Делматиза, вот такие вот. Пишите, звоните, все ссылочки, номера будут в описании. Не забывайте про промокод Полетели. Всем привет, меня зовут Александр, вы на канале Алекса Ди Таксуй. Сегодняшняя смена начинается возле аэропорта Астафьева. Сейчас был на заправке на газовой. Пока стоял заправлялся, ко мне подошел мужичок, говорит, слушай, отвезешь, типа, туда-туда-то, я открываю таксометр, говорю, ну, смотри, типа, 1156 пока плюс. Он говорит, ну, все, без боя, за косарь поедем. Я говорю, ну, давай, да, за косарь. Типа, вот, 25 минут, 1000 рублей, и я начинаю свою смену. Проверку личности я, так, прошел. Проверку, да, проверка пройдена. Активность 53, рейтинг 5.0, платина 2470 баллов у меня. Теперь выхожу на линию, ставлю сразу по делам отсюда какой-нибудь центр охотный, допустим, ну, чтобы, по крайней мере, видеть конечку. Вот, как-то так. Для центра пишет 51 километр. Тут, в принципе, даже горят кэфы. Я возле заправки «Газпромнефть». Вот, что-то прохладно в машине, надо этот кондер выключить, наверное. Вообще, на улице 12 градусов. Вот, сейчас ловлю первый заказ, еду работать. Думал, помыть машину после заправки, а в итоге я так, машину мыть не поехал. Ну, ладно. Она пыльная, конечно. Ну, что теперь поделать? Работа, работа. Вот, сейчас поймаю первый заказ, уеду в центр, там, может быть, по мою машину. Либо где-нибудь еще, смотря, куда уеду. Вот, в принципе, я сзади вижу мойку 24 часа, но, я не знаю, самообслуживание или не самообслуживание, сколько там все будет стоить. Ну, в общем, посмотрим. Нужно начинать работать. Вот. Пишите в комментариях, как ваша смена началась, как вчера отработали, как сегодня отработали. И подписывайтесь на канал. Приятного просмотра. Я, в общем, уже практически вернулся к своим краям обратно. Там еще подождал. Минут 20 ехал пустым. В итоге этот косарь мне встал в косарь час. Ну, блин, ничего особенного не получилось. И вот упал следующий заказ. До подачи ехать мне 5 минут. Яндекс дает мне 3 минуты. Поеду в центр. Там какой-то семейный доктор. Вот. Как-то так. Долгая поездка. Яндекс не дал. Без кнопок, без ничего. Это хорошо. Вот. Там уже отвезу заказ. Ну, и поеду уже, наверное, по обеду. Время уже по первому. Хаммер, хаммер, хаммер. 48 минут. 1534. Смотрите, какой дом тут старый, заброшенный. Здесь разрисованный уже. Старенький домик. Пока больше ничего не упало. Это был первый заказ по таксометру. Что у нас по Кэфам? Кэфа где вы? Время обеда нужно перекусить. Я вот тут заехал на заправку. У них магистраль. Взял пюрешечку с говядиной себе. Так. Говядина тушеная с картофельным пюре. Порядка 300 рублей это стоит. 280 что ли. Ну вот. И сейчас перекушу. И поеду дальше работать. Еще по мою машину все-таки. Потому что пыльная и грязная. Так, смотрю все на чистых машинах. И на грязной не очень. Поэтому мне приятного аппетита. Вам тоже если вы кушаете. Если не кушаете, то хорошей работы. Поем и поеду работать. 27 минут 690 рублей. Несмотря на то, что Яндекс отключил покупку смен. Вы можете хорошо зарабатывать через таксопарк Skyfox. В парке можно отключить наличку. Есть Яндекс заправки. Можно в праздничные дни работать без комиссии самого парка. Но это вот все подробности у самого парка будете спрашивать. Вам все расскажут. Я думаю, вам все понравится. Также можно отключить наличку. По-моему, я это уже сказал. Но на всякий случай напомню. Потому что для многих это очень важно. Также есть 3 режима работы. Это 30 рублей в сутки. Что это прям очень-очень-очень мало. Это, наверное, самые выгодные условия, которые есть вообще в России. 3 рубля заказа и 1,5% заказа. Можете выбирать, какие условия вам больше нравятся. И по этим условиям работать. Все контакты парка будут в описании. Переходите, пишите, узнавайте, подключайтесь, работайте. Вам понравится. 15 минут 448 рублей. 32 минуты 785 рублей. А, 791 рубль. Пока завершал, увеличивается на счетчик. 15 минут 485 рублей. Следующий заказ даже по цепочке прилетел. Весна в подарок. Фитнес-клуб. Надо потихоньку записываться в зал уже начинать. Ну, сейчас первым делом нужно за квартиру заплатить. Потом уже можно думать про зал. 38 минут. 779 рублей. Следующий заказ. 3 минуты подачи. 39 минут. 939 рублей. Следующий заказ по зеленке. Сегодня прям цепочки по К-плюсу, пацаны. Не включаю комфорт. Чисто К-плюс. 1 К-плюс. Так. Опа. Опа, 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 опа. А мне надо направо. А я вылез уже. Так. Пацаны, сорян. 11 минут почти. 396 рублей. А вот тут уже заказ не упал по Яндексу. Так, надо маленько это. Не проехать. Поехали, поехали. Вот, кстати, как работает приложуха. 151 метр до камеры. Камера, судя по всему, на пешехода. Или на что она тут. Я не пойму еще. Вот. Жду следующий заказ и еду работать. Я, кстати, где нахожусь вообще? Ой-ой-ой-ой. Тут риаутов рядом. Надо с овощи отсюда убираться. 34 минуты. 963 рубля. Заказ упал. Вот такой. За один соло. Ну, поедем прокатимся. Сейчас ехать. А потом обратно в Москву. 54 минуты. 1687 рублей. 185 рублей за ожидание. Теперь нужно обратно в цивилизацию уезжать. 30 минут. 705 рублей. 1 час 13. 14. 3236 рублей на Рафа-Минск. Я приехал домой. Время 059. Откатал сегодня смену. Получилось 11 часов. Там 11.29. Но последний час я ехал пустым до дома. Поэтому, ну, будем считать 11. Короче, хрен бы с ним. Сделал 12 заказов. По приложению один заказ. Вот самый первый перед работой без приложения. Получается пробег 370 или 339. Что-то такое. По-моему, 339 километров. Ну, с тем учетом, что 60 километров я просто ехал пустым домой. Вот. Ну, грубо говоря, холостой пробег. Такой нормальный получился. Даже газ кончился уже. Вот на подъезде к дому. Не стал никуда заезжать, заправляться. Сейчас уже это время. Надо бежать, отдыхать, спать. Чего-то накатался сегодня. Вот. Получается, ну, суммарно с заказом, который не через приложение, а 13 заказов. Да? Ну, по приложухе 12. По деньгам получается 12. 600 через приложение. И, ну, 1000. Так. Получается 13.600. За 11 часов работы. В принципе, нормально. Вот. Я думал, будет хуже. Ух. Конечно, устал. Вот. Я сейчас, если не забуду, я сделаю скриншот. Приложухе. Чтобы вставить это видос. Потому что, я не знаю, я показываю каждый заказ. И, если вы не верите, ну, типа, тем суммам, которые я зарабатываю, как бы, ну, странно посчитать. Тогда, если что-то, ну, как бы, у вас не сходится, как бы, ну, странно. Ну, мне несложно вставить скриншот из приложения. Просто, если я буду вот так вот сейчас показывать, да, там, открою приложуху и буду показывать с телефона, вы ничего, ну, ничего не увидите. Потому что GoPro не сфокусируется и не запишет, ну, видео. То есть, непонятно будет. Вот. В общем-то, как-то так, ребят. Я пошел отдыхать. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видосу. И, надеюсь, не отпишитесь. В общем, как-то так. Не знаю, уже что говорить. Все, я домой. Пока.